И последняя наша церковь, которую мы должны рассмотреть, это Ла-Одыкийская церковь. Что мы можем о ней сказать? Во-первых, мы не находим ни одного слова похвалы. Можно сказать, что эта церковь была совершенно бесполезной. Откуда мы можем сделать такой вывод? На каком основании мы говорим, что церковь бесполезная? Очень часто этот фрагмент используется в проповеди или во время разбора для того, чтобы показать, что существуют три разных вида христиан, или три разных уровня, на которых находятся христиане. Говорят, например, что есть такие горячие, ревностные христиане, которые горят, стремятся что-то делать для Бога. Есть те, которые холодные, которые совершенно ничего не хотят иметь общего с Богом. И есть те, которые теплые. То есть у них есть какой-то интерес, может быть, к духовным вещам, но они не горят. И уже в детстве я вот слышала подобное учение. И я все время беспокоился по этому поводу. Меня смущало такое учение. Говорят, вот, например, лучше ты будь горячим или холодным, чем теплым. А я все время думала, как это может такое быть, что для Иисуса лучше, чтобы я был холодный, как лед. То есть смысла никакого в этом не было. Мы с вами должны помнить о том, что такие слова, как горячий или холодный в данном тексте не имеют отношения к духовной температуре. Если бы вы отправились в Лао-Де-Киеве вот сейчас, то вы узнали бы о том, что там существуют источники горячей воды и природные источники холодной воды. Однако они располагаются очень далеко от самого города, от Лао-Де-Киев. В Гиерополисе располагался источник горячей воды. И в Колоссах располагался источник холодной воды. И как раз вот эти два источника и снабжали Лао-Де-Киев водой. Но когда вот по каменному аквадуку, можно сказать, водоканалу, проходили эти источники воды, с одной стороны холодная, с другой горячая, и смешивались, что происходило в конце концов, когда до города доходили? Это было холодно. И холодная вода, теплая, горячая вода тоже остывала, становилась теплая, а холодная вода согревалась, тоже тепловатая была. Можно сказать, что вода была комнатной температуры. Я вот хочу спросить наших спасателей, проверим сейчас ваши знания, если вам нужно очистить рану, какую воду вы предпочтете? Если, например, это ожог, то холодная вода нужна. Вы хотите, чтобы там не было микробов, поэтому сказали кипяченую, да? Но не горячую. А когда я был маленьким, я вот помню в детстве, если женщина рожала, часто мужчинам говорили, иди, нагрей воды, вскипяти воду. Сейчас сказали, что вот эта температура, которая говорится, я не вижу в таком стихе, что она не имеет отношения к духовной температуре. Да, к духовной температуре. Он же только что объяснял, что тут говорят, что лучше бы ты был холоден, или горячий. Но это говорится, правда, именно в моем понимании, я считаю, что это говорится именно о духовной температуре. Лучше бы человек был верующий, или не верующий. Чему он в каком-то находится, соответственно, самоверяда он состоит. Да, но здесь-то речь идет о верующих. Здесь речь не идет о неверующих. Он не обращается к неверующим людям, он к церкви обращается. Он говорит о том, что лучше бы вы были горячими, потому что горячая вода, это хороший способ очистить что-то, вот если там жирное, например, то есть хороший очиститель. А холодная вода тоже очень хороша. Это вода утоляет жажду. Если вы много потрудились, если вы спасли, вы хотите выпить холодной воды. А если вы хотите выпить холодной воды, вот действительно вас жажда мучит, и вам жарко, а вам дают такую пресную, теплую воду, что вы чувствуете? Наверняка даже выплюните. Потому что вы не этого хотели, вы не этого ожидали. И это же самое можно сказать о чае. Когда чай горячий, он вкусный. Когда чай о чае постоял, и он тепленький, он уже не такой на вкус. Почему они были так полезны? И это же она была такой бесполезной. В 17 стихе эта церковь говорит о себе. Я богат, разбогатил, и ни в чем не имею нужды. То есть фактически они были сосредоточены на том, что они имели. А город Лаадыкия был богатым, процветающим городом. В первом веке Лаадыкия была разрушена во время землетрясения. И люди снова восстановили этот город своими силами, не привлекая помощь со стороны Римской империи. А у них был медицинский колледж. И они были знамениты тем, что изготавливали особую глазную мазь, которая целила людей. Поэтому они были убеждены в том, что они добрались до вершины успеха. Однако в 17 стихе Иисус Христос говорит, «А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Иисус Христос говорит о том, что они были бедны. Почему? Как так получилось? Потому что у них были неверные ценности. Они были неверные приоритеты. И они думали, что они могли служить Богу и деньги. А помните, что Иисус Христос говорил, что не можете служить Богу и мамоне. Однако вот эта церковь была убеждена, что это возможно. И потому что у них был неправильный фокус, можно сказать, они были сосредоточены не на том, вот они получают, не получают похвалы от Иисуса Христа. Он считает их бесполезной церковью. Здесь в этом послании, обращенной к этой церкви, не говорится о каком-либо служении, которым они занимались. Не говорится ничего об учении, каким было у них учение. Даже Иисус Христос, возможно, не был для них уже приоритетом, потому что самым главным было для них то, чем они обладали. Скорее всего, у них была самая хорошая церковь, самая красивая церковь в городе. Однако она была не была наполнена жизнью. Какой выход предлагает Иисус? В 18 стихе он дает следующий совет. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, то есть настоящее золото. Чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, то есть духовную одежду, чтобы тебе одеться. То есть им необходимо было теперь перевести свой взгляд на истинное богатство, а не на то, которое у них было. Истинное богатство можно найти только в взаимоотношениях с Иисусом Христом. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com А двадцатый стих, очень интересный стих. Иисус Христос говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Не знаю, как в России, но вот в Америке очень долгое время этот стих использовали как призыв к покаянию, приглашение к спасению. Однако забывали о контексте, в котором находится этот стих. Вот это вот послание не было написано для неверующих. Поэтому он здесь обращается к верующим людям, которые отвернулись от него и говорит, «Вам нужно это». Но верующих тоже нуждаются в покаянии. Но верующих тоже нужно в покаянии. Совершенно верно. Но вы говорите к верующим. Понятное дело, это было написано к церквям, к сообществу людей. Но верующие, что такое, в нашем понимании, это тот, кто принадлежит Иисусу Христу. Если они так им не дали, тогда их нельзя так назвать. А можем назвать просто что они находились вот в этом сообществе. То есть, когда вы говорите, что леты говорят, что это не верующие, а не верующие не верующие, мы просто говорим, что верующие люди, которые принадлежат к Богу, но если они не верующие, то они не верующие. Они просто проживают в церкви или что-то. Вот здесь, почему бы они были calledы верующие, если они, например, cold, or if they, for instance, need to be knocked at. What kind of believers are they then? That the church can be made up of believers as well as non-believers who attend. Это хорошее дополнение, да? Церкви обычно состоят из людей, из верующих людей и не верующих, которые посещают церковь. And clearly, in some of these churches, there are non-believers, or they seem like non-believers, who are actually teaching. They are non-believers? Yeah, like Jezebel. So, certainly, this verse can be applied and has been applied both to believers and non-believers. But I think that the context is more heavily weighted toward being toward believers. Однако, вот я верю в то, что стих нужно рассматривать в контексте и все-таки направленность больше на верующих людей. Because these people needed to open their eyes and wake up to the false values that they were pursuing. Потому что здесь призыв открыть глаза, пробудиться и увидеть, что не те ценности были в жизни верующих людей, не те цели они преследовали. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok